Вот и завершился учебный год. Во всех школах страны прозвенели последние звонки. Впереди выпускников ждут экзамены, а других школьников – летние каникулы. По уже сложившейся традиции, в конце учебного года в Славянском районе честуют учеников и педагогов, добившихся значительных успехов в учении. В этом году в созвездии талантов зажглись новые звездочки. В течение всего учебного года славянские школьники усердно учились, занимались проектной деятельностью, участвовали в олимпиадах и научных конкурсах. Свои достижения в науке и творчестве они могли продемонстрировать на ежегодном районном торжественном мероприятии – созвездии талантов. В малом зале городского дома культуры юные исследователи представили результаты своего труда. Кто-то узнавал, почему летают самолеты, кто-то проводил химический анализ яблок, занимался литературными изысканиями, а кто-то создавал и отправлял космические спутники. Учащиеся первого лицея Егор Чандрицев и Матвей Стрюк под руководством педагога Сергея Неделько приняли участие во всероссийском конкурсе «Стратосферный спутник». Им удалось собрать два спутника, которые были запущены примерно на 40 километров от поверхности Земли. Все данные с объектов сразу передавались на компьютер, и будущие ученые могли их анализировать. Я участвовал именно в запуске продвинутого спутника. Он состоит из трех отсеков. Это просто электроника, основная часть механическая. В этих же двух представлено это две части нашей миссии научной, которая у нас была поставлена. Мы хотели выявить наиболее приспособленные виды живые колонизации других планет. То есть вот в этом отсеке, вы можете видеть, у нас были камеры, в них содержались насекомые. Было около восьми видов различных насекомых. Были и тараканы, и различные жуки. Удивительно, что многие после запуска выжили. То есть довольно успешная миссия прошла. Продолжилось торжественное мероприятие в Большом зале городского дома культуры. Здесь не осталось ни одного свободного места. В Славинском районе огромное количество талантливых и одаренных детей. К большому сожалению, в зал ВДК не вмещает все то количество наших детей, которые достойны здесь быть. Да, сегодня здесь лучше и лучше, но за этими стенами в наших родных школах, в наших детских садах, в системе дополнительного образования, дети также получают свои награды, грамоты, то, что они заслужили. Сегодня вам много пожелают. А я хочу сегодня вам сказать и детям, и педагогам, и родителям огромное душевное спасибо. Детям за то, что вы творите и дерзаете, за то, что вы никогда не устаете развиваться. Нашим дорогим коллегам-педагогам хочу сказать огромное спасибо за ваше желание привлечь и зажечь детскую душу ребенка. А нашим дорогим родителям хочу сказать спасибо за терпение. Это огромный труд развивать таланты ребенка. Дерзайте, вперед! Мы единая команда – дети, родители и педагоги. Только вперед! В течение прошедшего учебного года в различных конкурсах, олимпиадах и творческих состязаниях приняло участие более двух тысяч славянских ребят. Они становились не только их призерами, но и победителями, прославляя свою малую родину. Я принимала участие в конкурсе «Мой вклад в величие России», который проходила в Москве. Не могу сказать, что было легко, достаточно волнительно было, но я преодолела это волнение, заняла первое место. Благодарю за это моего учителя, наставника, который помогал в моей работе, поддерживал меня. И также своих родителей благодарю, что дали такую возможность поехать, поддерживали меня также в моих начинаниях. Дарья Попова, а также еще около сотни славянских одаренных ребят были приглашены на церемонию чествования созвездия талантов. Выдающимся школьникам и воспитанникам детских садов были вручены почетные грамоты и памятные подарки. В адрес одаренных школьников, их родителей и педагогов было сказано много добрых и теплых слов. С отличным завершением учебного года их поздравили депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский, председатель районного совета Григорий Литовко, заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Уже на протяжении двух лет эффективность участия нашего района во всех видах мероприятий достигает 95%. Это серьезнейший результат, которого достигают только 10 муниципальных образований Краснодарского края. Давайте этому поаплодируем. Поздравляю вас с окончанием учебного года. Желаю всем хорошего отдыха в летний период. Выпускникам удачно сдать экзамены здоровья, мира, счастья. Отдельные слова благодарности в этот день звучали в адрес педагогов. Говорят, победа ученика – это всегда торжество учителя. И это действительно так. Именно благодаря талантливым педагогам, умеющим разглядеть в ребенке его способности, помочь им развиться на славянском школьном небосклоне, Каждый год зажигаются новые звездочки. Степанова Валентина Николаевна, учитель гимии школы номер 6, Педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурсов и олимпиад, были отмечены благодарственными письмами и денежной премией главы славянского района. Секрет успеха и высоких достижений своих учеников они видят прежде всего в самоотверженности и в любви к детям, которая наполняет сердце каждого из них. Каждый год я испытываю чувство радости, в первую очередь за детей, что труд учителя не напрасен, и наши дети показывают результаты. Это огромный труд детей в первую очередь. А учитель, как наставник, он только направляет. Кульминацией праздника стало оглашение имен победителей в номинациях «Ученик года» и «Педагог-мастер». Большой неожиданностью для всех собравшихся стало, что лучшим учеником года в Славянском районе в этом году впервые за все время были признаны сразу три учащихся. Это неоднократные победители всероссийских олимпиад. Алексей Абаев из третьей школы, Александр Киселев из 12-й школы и Виктория Скачко – ученица 9-го класса школы номер 19, хутора Коржевского. Все они были достойны этого высокого звания. Я совсем не ожидала, как только меня вызвали, у меня было смешанные эмоции, удивление, радость и вообще гордость за себя и за своего педагога. Участвовала в олимпиадах по немецкому языку, в региональном этапе стала призером. В Москву ездила, на конференциях выступала. А год вообще учебно замечательно прошел. Звание педагога-мастера завоевала Лилия Вареникова, учитель немецкого языка, школа номер 19, хутора Коржевского. Лилия Викторовна в этом году подготовила более шести призеров и победителей всероссийских конкурсов и олимпиад. И, конечно, она заслуживает этого почетного звания. Неожиданно для меня было, потому что очень много достойных людей, которые стояли сегодня на этой сцене. Но вот сегодня решили, что педагогом-мастером буду я. Поэтому для меня это большая честь, доверие. На нашей школе впервые педагог-мастер. Это буду я теперь, может быть, еще кто-то будет в будущем. Мы будем стараться, конечно. Но, конечно, спасибо большое детям. Дети у меня очень замечательные. Стараются все делать то, что я им говорю, выполняют полностью, слушают. Поэтому все мои советы, которые я им давала, они применили в жизнь. Поэтому сегодня тоже пять моих детей были на сцене, награждали их в разных номинациях. Благодаря таким талантливым учителям школы, педагогам дополнительного образования, воспитателям, на школьной орбите Славянского района каждый год зажигаются новые звездочки одаренных детей. И пусть их будет только больше. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».